Тренды-бранды. Простые истории о непростых бизнесменах. В 1910 году название «Альфа» было аббревиатурой, которая переводилась как «Акционерная автомобильная фабрика Ломбардии». Через пять лет, когда в компанию пришел Никола Ромео, ее переименовали в «Альфа Ромео». Именно Никола смог наладить работу завода в годы Первой мировой войны так, чтобы не только остаться на плаву, но и заработать. «Альфа Ромео» выпускала авиационные двигатели, компрессоры и генераторы. Сразу же после окончания войны заработанные деньги пошли на становление автомобильного производства. Упор с самого начала сделали на гоночные и спортивные автомобили. Первую победу «Альфа Ромео» принес оперный певец и гонщик Джузеппе Кампари. На трассе в Италии он оставил вторым молодого Энса Феррари. Энса, кстати, пришел в «Альфа Ромео» в начале 30-х в качестве гонщика-испытателя. Десять лет он возглавлял гоночную команду. На «Альфа Ромео» перемещался Адольф Гитлер во время своих визитов в Италию. Муссолини выделил ему личного водителя, и авто мчалось на скорости 150 км в час, так как гоночная машина не была бронированной. В 1933 году «Альфа Ромео» официально ушла из порта, объяснив это своей непобедимостью. В этой шутке, впрочем, была доля правды. Говорят, что когда «Феррари» впервые обошел «Альфу», Энса плакал, как ребенок. Поклонниками итальянского автомобиля были актеры и главы государств. В 1969 году Фидель Кастро закупил 600 штук «Альфа Ромео». Ими он награждал своих близких соратников. В 1986-м компания вошла в состав концерна «Фиат». С того момента «Альфа Ромео» не раз и не два становился лучшим автомобилем года. В эмблеме фирмы можно разглядеть символ Милана – змею, проглатывающей человека. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды. Не придуманы истории о вещах, на которые вы тратите свою зарплату. Пит-пит-пит-поп!